Микс Ньюс Радио Болтком 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 на программу, да, я бы могла понять, что люди не воспринимают эту зависимость всерьез сегодня. Ну вот, на мой взгляд, это, опять же, очень опрометчиво, потому что по рассказам, опять же, анонимных сексоголиков эта зависимость может нести разрушающие последствия для жизни в том числе. Вы можете согласиться с этим? Да, зависимость от определенных сексуальных каких-то приемов или сексуальности в целом может быть как форма зависимости, если это мешает жизни. Но можно сказать, что недооценивают в обществе сегодня эту зависимость? Я думаю, что недооценивают много разных факторов, в том числе и сексуальные какие-то вещи, недооценивается их влияние на общество, на личность, на семью. Тема секса как будто очень много распространена в средствах массовой информации, в интернете, но люди недооценивают сексуальный фактор в жизни. Распространена и в то же время табуирована? Парадокс. Да, сексуальные темы вообще табуированы. Они как бы, часть, они, сексуальные действия есть, есть сексуальные, ну разные вещи, но люди боятся об этом говорить, даже внутри себя боятся себе раскрыть своих желаниях, своей сексуальности. Почему, на ваш взгляд, это исторически так сложилось? Я думаю, что это создана, это такая ситуация создалась в ситуации религиозной деятельности, которая как бы, ну кастрирует общество, которые хотят сексуальность, с помощью сексуальности подчинить обществу. Раньше такого не было, сексуальность была как норма, один из аспектов жизни, она стимулировалась, и было обучение не только теоретически, было практически разные обучающие мероприятия в обществе, ну в древнем обществе, и это помогало тому обществу развиваться. Но зависимость от секса – это психическое расстройство? Говорить о психическом расстройстве можно тогда, когда есть какие-то… человек не может контролировать свою сексуальность. Если человек может контролировать, если он может не отказаться от других вещей на благо секса, тогда он нормальный в сексуальном, ну в психическом плане. Если человек зависим в такой степени, что он отказывается от еды, отказывается от карьеры, отказывается от самосохранения, не пользуется презервативами, не предохраняется от беременности, секс все равно с каким-то… ну с любым человеком или… Ну беспорядочный. Беспорядочный, да, такой, что… который мешает даже не только другим людям, но и переступает закон, предложение идет ультимативным способом вступить в сексуальную ситуацию. Тогда можно говорить о зависимости, о психотической патологии. Ну вот общаясь с участниками анонимных содружеств, мы зачастую приходим к тому, что зависимость та или иная, она формируется в детстве, то есть из-за чего-то недостающего в детстве, может быть, деструктивной семьи, опять же, возможно, это было насилие одна из участниц анонимного содружества, рассказала, что ее в детстве били. Ну, зависимость, строение, становление зависимости происходит от противоречий между родителями. Если кто-то, кто-то говорил, что твоя мама плохая или твой папа плохой, и ребенок это принял на себя, он… это создает ему психологически очень большую тревожность внутри. Тревожность, которую в детстве, тревожность – это выталкивается в подсознательное состояние, и человек не знает, почему он тревожен все время. И эта тревога выражается, может выражаться в основном в трех направлениях. Или это бардарбиба, агрессия против других людей, это как депрессия, депрессивные явления, и это как зависимость. И какая зависимость – это уже вопрос несущественный. Это может быть алкогольная, наркотическая, игровая, сексуальная, какая-то отношение, зависимость от других людей. Тревога. То есть, если мы хотим предотвратить зависимости, нужно все-таки наше будущее поколение воспитывать так, чтобы они получили хотя бы положительную информацию о своих родителях. Да, мы взрослые иногда расстаемся друг с другом, родители, но нужно, чтобы ребенок получил все-таки положительную информацию о своем папе, о своей маме, независимо от того, что они, может быть, не идеальны. Интересно, что об этом говорил как раз и зависимый игроман, наркоман, который был в этой студии. Он рассказывал как раз о том, что его зависимость, она сформировалась еще в детстве, когда и не было наркотиков, но она сформировалась в зависимости от чужого мнения, потому что его папа выпивал, и однажды в детском саду воспитательница сказала, что твой папа опять напился. И он после этого понял, что то, что происходит в его семье, об этом знают и другие. И появился этот страх, вот о чем вы говорите, который в дальнейшем сформировался в зависимости. Это человек разрывает изнутри, разрывает на две части, потому что он ведь создан от своих родителей. Если одна моя половина или обе мои половины плохие, значит, я тоже плохой. Эта мысль посеяна в подсознании молодого человека, и он зависим становится. У нас есть звонок, надевайте наушники. Да, слушаем вас. Доброе утро. Вот у меня было в молодости две подруги. Одна из них была, ей стоило выпить грамм 50 хотя бы, чуть-чуть алкоголя, у нее уже все. Ее не слой. Любой мужчина лишь бы попался. Кто-то говорил бешенство матки, кто-то говорил половая растущенность. А вторая была, если у нее долго не было мужчины, то она становилась зная на весь мир, и мы не могли к ней подойти, потому что она чуть-чуть не кусалась. Это что, тоже какие-то зависимости? Или это сбой в организме? Спасибо. Спасибо. Да, очень хорошие вопросы. Фактически две проблемы. Ну да, я алкоголизм получил. Да. Ну, женщина, которая очень легко вступила в половую связь, да, конечно, неразрешенные семейные отношения, неразрешенные быту, конечно, создали большую тревогу внутри, и тогда секс есть одна из естественных возможностей снять этот стресс. И женщина научилась это получить, ну, организм ее научился так это получить, и она этим, ну, как бы, пользовалась, ну, это толкает ее в такую беспорядочную связь с кем попало. Но, конечно, человеку нужно думать, что вызывает в ее вот эту тревогу внутри, на той женщине. Та женщина, которая, вторая, в которой, ну, долго не было секса, действительно, если мы не получили свой завтрак, свой обед, мы хотим это удовлетворить, и мы будем очень-очень сердитыми, если мы до вечера не получим что-то поесть. Да, мы хотим сексуальный секс, и это естественная надобность, и вторая женщина, ну, реагирует, ну, реакция понятна и нормальна. То есть мы становимся хмурыми, сердитыми, если, ну, не с кем обняться, поцеловаться, позаниматься любовью. Ну, это естественная надобность, и нам нужно думать, как мы это можем получить естественным, человеческим путем. Возвращаясь к тому, как формируется зависимость, в нашем эфире мы проводим в нашей программе выбор параллели между зависимостями, и вот сейчас попросим звукорежиссера поставить небольшой отрывок из программы выбор, гостем которой был зависимый игроман. Давайте послушаем, что он сказал, как он воспринимает свою зависимость. Видите ли, для меня, по-моему, зависимость – это не болезнь, это лекарство, это анестетика. И тогда возникает вопрос, а лекарство чего? Того, что внутри. Да, а что тогда болезнь? А, по сути дела, я могу сказать, что, наверное, болезнь все-таки моя жизнь. Она больна. И я ее подлечивал как-то, ну, если голова у меня заболит, ну, я возьму таблетку, голова перестанет болеть, ну, и хорошо, ну, и ладно. Это, в принципе, то же самое, что я и алкоголик, я не только азартно-зависимый. И это легче понять, если мы говорим именно об алкогольной зависимости. Ну, вот зависимость от секса, можно ли провести такой параллель, или может ли быть зависимость от секса как раз лекарством, от той болезни, в которой живет человек? Да, мужчина, который говорил, он действительно, ну, с философской точки зрения я могу с ним согласиться, потому что предыдущее поколение создало такую ситуацию, в которой этот человек, чтобы выжить, он вынужден был искать какое-то решение. Это не очень-то хорошее решение, пить или там играть в азартные игры, но он находился, чтобы сохранить свою, ну, свою личность, свою возможность существовать, чтобы не уйти сразу в самоубийство. Он как-то решил эту проблему. Не очень-то хорошими способами, но как-то пытался решить. Сексуальность тоже может помочь человеку в такой ситуации, но все-таки человек, если это секс как зависимость, она тоже толкает его в какие-то беспорядочные связи и не решает проблемы. Все-таки нужно, ну, идти к психотерапевту или к специалисту по зависимости, там, психиатру, наркологу, который это может помочь решить. Но что отличает сексуальность, все-таки если удается создать такие партнерские отношения, где другие люди, или человек принимает тебя как сексуального партнера, и ты можешь им дать что-то положительное, дать наслаждение, удовольствие другим людям, тогда человек интегрируется в общество и свои прикосновения, эмоции, они лечат. То есть чувственность… Это самое лекарство, которое необходимо. Самое лекарство, да. сознательно тогда строить отношения, которые ему может помочь. А генетическое может быть предрасположенность к сексуальной зависимости? Генетическое может быть выделение гормонов, половых гормонов, тестостерона, если оно у некоторой части людей выше, у них активность в жизни выше, физически более активна, творчески более активна. Если он получил хорошее образование, он эту творческую энергию проявляет, и общество получает очень положительного гражданина, человека, который не только творчески проявляет себя, но и сексуально. Это две вещи, которые существуют рядом, нельзя отделить. Конечно, может быть, если ситуация, когда человек всю энергию сублимирует, свою научную деятельность, например, никакой сексуальности в какой-то период жизни не проявляет. Но все так ли те, которые творческие люди, у них это идет рука об руку сексуальности и творчества. Еще у нас есть звонок, успеем принять. Здравствуйте, слушаем вас. Добрый день. Скажите, пожалуйста, у вас есть такая информация о статистике на сегодняшний день? Вот восполнен ли тот пробел мужской, так сказать, ну, мужчин стало на ровном уровне, как и женщин, или вот это так и осталось, как, скажем, после войн? Спасибо. Статистика, ну, сколько населения? Ну, да, насколько, по всей видимости, это имеет в виду радиослушатель? Ну, демографически, в 25 лет, ну, в нашем обществе, в 25 лет, мужчин становится меньше. то есть парни, ну, мальчики, они быстрее погибают, уходят из жизни по разным причинам. Женщины дольше живут. более, в среднем, в среднем, 10 лет дольше, чем мужчины в Латвии. Это одно из самых таких больших разрывов в Европе. То есть, в этом мы впереди. Мужчины больше подвержены самоубийству, больше о несчастных случаях попадают, в авариях. Это часть из них скрытые самоубийства. Я думаю. Ну, такое... Так что, по демографии у нас не очень-то хорошая ситуация. Показатели. Ну, антирекорд, насколько известно, за последнее время. Как? Порождаемость. Антирекорд был поставлен. Да, да, да. Сексуальность, нерешенные сексуальные вопросы. Много много одиноких людей, одиноких существу. Может, человек будет в семье, но быть одиноким. Быть в отношениях, но отношения формальные, которые не дают возможности рожать детей, сколько нужно было бы. И такое... Непринятие своего тела, непринятие своей сексуальности. Это, я думаю, что это... Один из факторов. Да. Важно. Мы продолжим об этом говорить уже после перерыва. О зависимости от секса. Сегодня мы обсуждаем эту тему. Микс Ньюс. Продолжаем программу «Выбор». Говорим мы сегодня о зависимости от секса. У нас в гостях сексолог Артур Шульц. Здравствуйте еще раз. Добрый день. Напомню, телефон напрямого эфира. 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Вы также можете звонить, уважаемые радиослушатели. Как можно распознать зависимость? Вот к этому мы, наверное, сейчас приходим. Как понять, что становишься зависим от секса? Вот где этот рубеж? Рубеж, когда появляется дискомфорт, когда идет дезадаптация в обществе, что тебе начинает брезгать то, что ты делаешь. Ну, когда сексуально ты был… Взывает отвращение. Отвращение. Были близкие отношения с другим человеком, и после этого полового акта, ну, тебе хочется бежать, или хочется, ну, там, ну, неприятно. Думаю, почему я это делал? Когда эти вопросы у человека создаются, ну, внутри есть, тогда, ну, есть вопрос, а может что-то… Ну, мне надо что-то решить в этом плане, что, может быть, нужно строить отношения с одним человеком, и все эти вещи можно делать, ну, с одним. Когда есть какие-то проблемы по работе, когда есть проблемы по еде, когда есть проблемы с законом, то есть, пристаешь к тем людям, которым, ну, ты не нужен в таком отношении, и когда, ну, есть какие-то, ну, такие вот такие вещи. Ну, вот я нашла небольшие комментарии анонимных сексоголиков о том, что они переживали в период своей зависимости, и вот я процитирую, в худшие дни, даже пять раз в день заниматься сексом было недостаточно, рассказывает женщина, зависимая от секса. Это буквально было первым, о чем я думала, просыпаясь по утрам. Секс на мгновение придавал мне сил, но пять минут спустя мне снова начинало хотеться. Я стала затворницей, сидела дома, потому что мне было стыдно за все то, о чем я думаю, и даже несмотря на то, что никто не мог прочитать мои мысли, я чувствовала себя неловко в компании. Вот что касается, во-первых, желания заниматься сексом в пять раз в день, то, что описывает зависимая, ведь это, не существует какой-то нормы, лимита на это, или существует все-таки, и насколько вот, вопрос, насколько навязчивым это становится? Очень, границы очень размыты. То есть нельзя точно так сказать, потому что, может, человек, у него, естественно, повышенный уровень, либидо, и если он адаптирован, если он ищет партнера с кем, это можно реализовать спокойно, и, может быть, эта женщина это реализовала бы с партнером и носитилась бы, ну, что секса нам хочет, когда его нет. Ну, если ты получаешь это, отношение дает эту возможность, может быть, все в порядке, и ничего страшного в этом нет, и можешь делать это пять раз в день, неделю так побыло, ну, через какое-то время, давай, может, не надо пять, может, хватит и два раза в день, ну, потом, может, и один. Ну, то есть люди успокаиваются, когда они получают это, когда ты мороженое можешь есть сколько хочешь, тогда не надо, машинку от мороженого себе получить дома, то есть можно и спокойно. То есть если это есть, то можно это контролировать, никакой зависимости нет, это вариант нормы. Ну, и в период, например, яркой влюбленности, такой острого периода влюбленности, люди проявляют друг другу повышенное внимание, в том числе и сексуальное, не надо это путать. И мальчик-парень, 15-16-20-25 лет, ему хочется, сперма выливается из ушей, он хочет всё время, и он независимый. Вот нормальный молодой человек, которому этого хочется. Когда женщина становится более, ну, женщина проявляется в всей гормонной системе, она тоже хочет секса, и это нормально. И сказать, что много секс-аголику, ну, нельзя. Это тогда только, когда есть проблемы, когда человек не может себя контролировать, когда это с любым, там, с любым партнёром противоположного пола. Навязчиво. Навязчиво, ты можешь там влечь с ним чуть ли не в общественном месте и это сделать. Ну, вот такое. Ну, вот ещё она отметила, что ей стыдно было в компании о том, что люди могут понять то, о чём она думает. Вот это чувство стыда всё-таки. Я думаю, что чувство стыда ещё больше делает это напряжение. И эти явления, может быть, более выражаться в религиозных средах, где есть очень, с одной стороны, есть выталкивание, табуирование сексуальности, какой-то нормальный запрет из сексуальности. Но в том числе человек хочет этого, естественно, и выталкивание естественных желаний в тёмную зону, в запретное, создаёт эти проблемы, даже и зависимости. Так что, думаю, что если всё можно делать легально и нормально, очень много проблем зависимости от палубы и сексуальности. Вот мы в нашей программе довольно большое внимание уделяем тем чувствам, которые переживает зависимый человек. Но я опять же хочу подчеркнуть, что мы не пытаемся приравнять одну зависимость к другой, но вот смотря на одну зависимость через другую, возможно, какие-то тенденции, какие-то эмоции будут для нас с помощью этого открыты в более широком смысле, наверное. Сейчас давайте поставим ещё небольшой отрывок, что нам о чувствах радости говорил выздоравливающий наркоман. Давайте послушаем. Может быть, это так как-то откровенно будет звучать, да? Но я реально понимаю то, что в моей жизни сегодня ничего не может случиться такого, что по уровню эндорфина в моём голове оно даже рядом не встанет с употреблением. Никогда. И именно из-за этого ты не можешь радоваться. Тебе всегда нет вот этого количества эндорфина. Оно нигде не подскакивает, ни в какой ситуации. То есть, если простой человек, независимый, может там вкусно поесть, там что-то сделать, он там наслаждается жизнью, да? И, ну, то есть, у меня там был случай, например, когда, ну, образно говоря, я сижу вот там в кругу близких мне людей, да? Там приготовили какой-то особенный торт, да? Все им наслаждаются. Просто за этот вопрос, ну, вот там, ты там, как вот, эмоции там у тебя? Я поворачиваюсь, смотрю на них, да, мне как бы абсолютно безразлично, торт это, да, или что это, да? То есть, а они радуются в этот момент. Я на них смотрю и говорю, а вы пробовали когда-нибудь опиаты? Ну, это вот мой ответ на вопрос, да, потому что и вот из-за этого тяжело научиться радоваться, вот это вот счастье испытывать, да, потому что, ну, но иногда оно приходит. Вот это может быть свойственно сексуально зависимому человеку? Это невозможность радоваться чему-то в жизни, кроме процесса и предмета своей зависимости? Проблема в том, что сексуальность – это естественное. Да, здесь, конечно, надо разделять, это очень важно. То, что опиаты все-таки неестественны, это снаружи что-то введено. Можно сделать, можно этот, такой же всплеск эндорфинов, других веществ радости, можно получить через, не только через, ну, наружные там вещи, это спортивные активности. Ну, спортсмен может сказать, что мы не сделали интервью с спортсменом, как он чувствует, когда он, ну, десяток километров пробежал, ну, мерефорнистов, ну, что там внутри у него есть? Есть какой-то, это не зря люди бегают, это бегают из-за радости. Это мы, может, это не говорим, но нам нравится то, что мы делаем. Он открыл, что это можно сделать, там, лыжники, там, когда он, ну, делает прыжок, какое-то ощущение там наверху, когда он, ну, это очень интересно. Когда люди танцуют, ну, если сам танцует, то знаешь, через полтора часа начинается такое измененное состояние сознания, но это надо нарабатывать, это нужно, там, учиться танцевать, потом идти на танцы, там, общаться с женщинами, делать их радость, ну, радостными, доставлять им радости, и тогда ты получаешь от действий, от их радости, от музыки, от всего атмосферы, это поднимается и уровень соответствующих веществ в моей крови, и у всех остальных тоже. Но это нужно вкладывать работу. Да, вот вы очень точно сказали про спорт и про работу, потому что как раз в этой студии тоже был один из зависимых наркоманов, участник, вернее, главный герой фильма «Через иглу», знаменитого фильма, он рассказывал о том, что как раз в прошлом занимался спортом, и вот эти эмоции, которые он получал на финише, они были сильнее, чем героинь, так он сказал. Но это всё-таки, героин – это лёгкий путь, а заниматься спортом – это регулярная работа над собой, над своим телом, поэтому в данном случае, там, выбрал. Ну, естественные вещи, которые создают такой же подъём чувства и эмоций – баня. Все естественные факторы, там, земля, воздух, вода, ну, это всё даёт, где дерево даёт соединённое в этом, ну, баня вместе, и когда веники и стимулирование, она поднимает тоже очень много веществ в крови, и люди от этого, ну, получают очень сильное, не знаю, слово можно сказать, балдеют от этого. Ну, то есть, и это одно, и было в народной медицине как способ лечения алкоголизма и депрессивных явлений – порка. Порка или веником в бане, или порка сухим способом, там, с розгами, там. Ну, это не наказание, это люди сами выбирают, чтобы получить такое ощущение, и это, как бы, возвращает их обратно, их телесные, эмоциональные чувства к нормальному ощущению. В 2005 году в Сибирском академии наук были презентованы такие исследования по народной медицине, соприкосновения официальной медицины. Такие вещи были. И думаю, что, если кто-то хочет, у банщиков это можно получить. Ну, вот еще один комментарий, о чем рассказал зависимый от секса мужчина, я тоже зачитаю коротко. Когда у тебя такая полномасштабная аддикция, только об этом ты и думаешь с утра до вечера, это было ужасно, противно даже, ничего сексуального в этом не было. Когда просыпаешься утром с букетом хламидии, то ничего приятного в этом нет. Это принесло огромный вред и жизнь разрушила. Ну, вот, наверное, ощущение противности от этого процесса, вы тоже об этом говорили, кстати, как раз от вращения, тоже такой важный симптом того, что ты зависим. Ну, да, что-то в жизни не то, что это звоночек, что давай, ну, надо идти куда-то, это решить, этот вопрос. Ну, каким последствиям все-таки вот зависимость, если она сформировалась от секса, может привести? Ну, может привести то, что... Не обращаться к специалисту. Человек становится одиноким. У него вокруг как будто много людей, он общается, у него очень бурная сексуальная жизнь, но все-таки он становится одиноким. Ну, чувство одиночества не физическое, а одиночество эмоционально, он чувствует себя одиноким. Это одно. Портится здоровье. Все-таки тревога не снимается. Ну, все время это происходит, это поднятие уровня тревоги, ну, все время есть. Приумножается. О, да. И человек, ему нужно и больше, и больше, так же, как наркоману, и как алкоголик. Сначала хватало пару бутылок пива, потом надо и ящик пива, или литр водки. Также сексуальной зависимости. Нужно вспомнить, что это вызывает, все-таки, если это беспорядочные связи, это вызывает, ну, какие-то болезни, сексуально-трансмиссивные болезни, болезни, которые в кровеносной системе через кровь передаются, потому что это идет стирание слизистой оболочки и повреждения физические, физические какие-то и последствия. Ну, у женщин это беременность нежелательная, и то же самое, ну, с вытекающими последствиями. Это, ну, это проблемы с законом, может быть, может приступить к закону, потерей работы, потому что все время, если заниматься сексуальными действиями, то когда, ну, когда работать? То есть теряется и работоспособность. Если это зависимость. Если человеку это дает подъем, и он радует, тогда это независимость. Ну, вот в один из наших интерактивных эфиров звонил мужчина, который говорил о том, что он испытывает зависимость от просмотра порно. В этом смысле он тоже говорил, что последствия очень разрушающие, что он одинок, как раз он не может найти вторую половину и не может вести здоровую сексуальную жизнь вот ввиду этой зависимости. Да. Лучше искать партнершу, которой можно довериться и спросить, я хочу увидеть это, это, давайте друг друга что-то там покажем, увидим друг друга и общаемся, и удовлетворяем это вместе с живым человеком, то есть конкретным партнером, и желательно, чтобы этот партнер, ну, партнеры не менялись более-менее сознательно, и тогда эта зависимость пройдет. Ну, в том числе, если, например, человек пытается самостоятельно справиться с этой зависимостью, это ведь может привести к другой крайности, например, он принимает на себя какой-то там обет воздержания, да, добровольного, и тем самым потом это также может вызвать отвращение к сексу как таковому, к этому процессу. Да. Тоже такое самолечение может быть тоже пагубным. Ну да, человек сам себе зубы вылечить не может, хоть он может быть, ну, адвансированно все это делать, нужно все-таки обращаться, найти себе специалиста, с которым работать, который бы не упрекал его, который бы его не толкал на какие-то отказы от всего, потому что эти вещи, ну, нельзя так, ну, как поезд, сразу не остановить это было, и в его жизни как-то нужно что-то поменять более тонко, сделать какие-то вещи, которые заменяют его зависимость положительными какими-то моделями поведения, моделями общения с другими людьми. Ну вот о феномене тяги, которая свойственна зависимым, давайте тоже послушаем, что по этому поводу говорил нам долгое время зависимый от алкоголизма молодой человек, как феномен тяги действовал на него, пожалуйста. Я не какой-то нераспущенный, да, не какой-то там безвольный, да, то есть мне нет силы воли, да, как мне вот все время мои родственники вот до этого твердили, да, то есть что я не могу собраться, там, бросить все это, все вот люди вокруг. Алкоголизм – это болезнь, болезнь неизлечимая, да, прогрессирующая и смертельная, что самое интересное, да. Она еще к тому же и физическая, психическая и духовная. То есть я как алкоголик, да, мне, как вот, например, есть люди, болеющие сахарным диабетом, да, им нельзя, чтобы у них повышался сахар в крови, за это им нельзя какие-то определенные вещи делать, да, и какие-то продукты там есть, да, то есть когда вовремя колоть инсулин, да, мне как для алкоголика вообще минимум, что надо, да, просто не выпить первую рюмку, да, потому что как физическая тяга сразу начинается, то есть физическая болезнь моя проявляется, как только помогает мне алкоголь. Мне одной рюмки – это много, а уже двух – это мало. Вот нередко об этом говорят зависимые, о феномене тяги, о том, что одной много, а тысячи уже недостаточно и так далее. Можно ли провести здесь параллель тоже с сексуальной зависимостью? Насколько тяга может быть мучительна для сексоголика? Конечно, любая тяга будет там мучительная, но вопрос, что мы делаем с этим, что поворачиваем, это, ну, как большой корабль, сразу не повернуть, но ему можно помаленьку повернуть и повернуть в том же направлении, которому, ну, надо этому человеку, что он сам делает этот выбор, что он хочет, что он конфронтируется, хочу ли я беспорядочные связи с несколькими людьми или хочу все-таки с одним партнером, с которым строить отношения. Это строить отношения с одним человеком тяжело, трудно, это нужно что-то делать, что-то работать над собой, работать с ним вместе, делать какие-то конкретные шаги, какие-то конкретные вещи. Что-то делать конкретно вместе с другим человеком – это тяжело. Идти, например, с ним в походы, на танцы, что-то спортивное делать вместе, не то что приспосабливаться, но находить и реализовать что-то общее, это тяжело. Но если человек этого хочет, он хочет избавиться от своей зависимости, он это может сделать. Это тренировка, тренировка социально-психологическая, что он делает какие-то вещи вместе с другим человеком, и есть какой-то специалист, который собирает отчёт о нём, который ему ведёт какое-то время, чтобы строился новый модель, как он говорит, как он думает, как он действует. И не только с другими людьми, как он общается, но как внутри себя общается, какой диалог он строит сам с собой внутри. И когда он эту модель меняет, меняется и жизнь снаружи. Это возможно, если люди, много вещей можно поменять, если человек хочет. Да, ведь вопрос не в том, чтобы подавить сексуальную энергию чрезмерную, а в том, чтобы её контролировать просто. Но контролировать тонко, потому что этих процессов, это как бушующую речку весной контролировать, это довольно сложно, но можно. Но можно, если это сделать осознанно, тонко, это получается. У нас ещё есть звонок, слушаем вас. Да, мы слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот говорят, что человек в молодости должен нагуляться, да, и потом, типа, вот он успокоится. Так ли это? Или это он никогда не нагуляется? Надо просто сразу узнать меру. Спасибо. Спасибо. Ну, если есть молодость, конечно, есть желание больше, чем в старости, можно так сказать, потому что уровень гормонов, который определяет сексуальность, ну, выше. Ну, как нагуляться? Ну, можно это делать и сознательно, и человечно вместе с другим, со своим партнёром. Ну, давайте, делайте какие-то сексуальные вещи, которые, ну, которые вас обоих возбуждают, которые дают наслаждение. Потому что с одним партнёром, которого ты знаешь, он знает тебя, ты знаешь его, вы можете сексуально очень много чего достичь, чем там с разными партнёрами. С каждым партнёром надо отношения заново строить, если отношения не быть, что это будет? Тогда это, ну, это истощение эмоциональное и чувственное. То есть, радоваться нужно всё время, не только в молодости, можно и в зрелые годы, и в пожилом возрасте. Так что, никогда не поздно это делать, но определитесь с партнёром. Ну, вообще, здоровая сексуальная жизнь, что она под собой подразумевает? Здоровая сексуальная жизнь, во-первых, то, что первое мне хочется сказать, что в сексуальности мы думаем о другом человеке. То есть, если мы здоровы, мы думаем о наслаждении, о радости другого человека, то есть, алтруизм. То есть, если мы мужчина, я стараюсь доставить удовольствие женщине. Если женщина, то подумаю, спрашиваю, ну, как мужчине, ну, как мне тебе сделать, чтобы тебе было радостно? Конечно, при этом мы не забываем и себя, мы получаем эту радость, но акцент здоровой сексуальности есть на другом человеке. То есть, мы даём другому, и потом получаем от этого и удовольствие и сами, и получается и у нас, ну, прямые эти. И другому хорошо, и самому хорошо, и это есть. То, что мы думаем о безопасности, чтобы другой человек чувствовал себя, ну, безопасно, чтобы, особенно, чтобы не распространили какие-то болезни, и чтобы не было у женщин нежелательной беременности. То, что мужчины, ну, думали об этих вещах не только женщина, но и мужчина, то, чтобы было по-другому. Может быть, какая-то новизна, чтобы была новизна, чтобы всё время, чтобы не было рутины, чтобы не было унылости. Ну, опять это такой же, ну, как вечером, только картошка и всё. Разнообразие. Разнообразие, чтобы было. И, ну, такое, ну, и радоваться, не быть, там, жертвами жизни, чтобы быть радостными, свободными людьми, говорить друг другу о сексуальности. Проблема, с которой ко мне приходят люди, не то, что какие-то там патологии особенные, люди не говорят друг с другом, не говорят друг с другом о сексуальности, желаниях, вот такое. Спасибо вам, к сожалению, время нашего эфира подошло к концу. Сексолог Артур Шульц был гостем программы. Спасибо вам, всего доброго. Спасибо вам, радуйтесь.